всем привет дорогие друзья сегодняшнее видео я хочу посвятить здоровью нашим деткам ведь детки это детки будь они в россии или в африке они порой у нас болеют такое бывает и в нашей семье бывает что дети простудятся и я как наверное большинство мамочек не хочу сразу же использовать большое количество лекарств и если это легкая простуда то стараюсь ее лечить какими-то народными методами один из народных методов алжирской медицины сегодня я вам покажу сразу скажу что этот метод не очень я люблю потому что он и время затратный и пачкает много но тем не менее я признаю что он эффективный если легкая степень простуды у детишек то он эффективно поэтому вместо антибиотиков применяю это сейчас я вам все покажу а вам уже решать стоит такое делать или нет нам понадобится оливковое масло соль лук и трава здесь она называется затор девочки большая просьба местные девочки кто живет в алжире кто знает эту травку затор она принимается при всех простудах болезнях ее пьют и имеет она очень острый вкус зависит это конечно от концентрации сколько вы добавите но в целом она очень острая вопрос у меня в том что ее мои русские подружки называют чебрец я в россии не пробовала чебрец просто я начала читать и там не написано что он имеет прям такой вот острый вкус так что поясните расскажите и правда что есть в россии эта трава если да то правда это чебрец или нет мне уже начал помогать главный наш кто простудился луковицу мы с вами очистим потрем на терке возьмем сковородку берите тонкую сковородку не надо с толстым дном чтобы быстро остыла приступаем лук я очистила натерла на терочке теперь мы высыпем завтрак давай ахмет помогай высыпать давай молодец готов себе о как теперь добавим соль добавляем соль насыпай молодец и вылим оливковое масло наливай масло достаточно теперь все это дело мы очень хорошенько подогреем до того момента когда лук станет чуть прозрачный тогда считается что затор и лук отдали свои целебные свойства соль нужна для того чтобы как можно дольше сохранить тепло только не жарите чтобы вот прям до готовности было что чтобы лук пожарился прям до золотистого цвета не чтоб слегка стал прозрачным и при этом постоянно перемешивайте итак мы все подготовили лук стал прозрачный теперь мы его остужаем поставили на пол чтобы побыстрее все это остудилось дело до такой температуры чтобы было приятно но она должна быть слегка горячеватая но не обжигать особенно ребенка чтоб не напугать муж мой любит чтобы прям горячая я ему когда льду такую смесь на голову но прям слезы могут выступать то есть очень горячая ахмедушка садись давай садись поудобнее все приготовился так присоединился баба начинает вот так вот на макушечку совсем по чуть-чуть накладывать чтобы масло и постепенно распределялась наклонить чуть-чуть голову вот так да конечно процедура такая не очень чистая готовьтесь поэтому вещи подготовьте которые не жалко также тряпочку сверху которую вы положите и шапку горячо ахмед ага тепло да если вы попробуете такое на себе то вы сразу почувствуете как у вас раскрывается нос и стало легче дышать так сверху мы положим тряпочку держу и теперь шапку оденем еще сейчас все же все одели шапку испачкались и теперь можно в кровать спать а вот обычно с утра бывает вот такая голова это процедура нужно повторить два-три раза но она правда эффективна ребенок сразу засыпает нос открывается конечно такой вид но он посидит дома несколько дней зато будет здоров вот сабриночки мы все детство тоже делали такие маски сейчас она у нас уже все взрослая не хочется чтобы нас такими масляными волосами ходила зато вот какие волоски выросли до безусловно народные методы очень прекрасные но я считаю что их нужно в комплексе поэтому носик то я промыла точно буду и сиропчик то от кашля я подаю здоровья вам друзья и вашим близким до новых встреч